хотели новенький что-нибудь рассказать сегодня петя звонила с вопросом дрессировщика значит это самое надо и для собаки потому что собака лает я просил там это самое сколько собаки лет возраст говорит собаки и тибетского мастифа считать что полтора года и значит он умер лает и хочет чтобы дрессировщик отлучил от лая у нас с тобой практика огромная жилья с собаками и я хотел просто сказать свое мнение и больше ничего без всяких там книжек вот этих заумных рассказов и всяких статьи заумных просто хочу сказать одно что есть во первых породы которые лают постоянно то их предназначение такие как а вот допустим таксы у нас там бегу наоборот не наговаривай на такси так слышно чтобы они лаяли они раздражители должен быть громкий звонкий но они раздражители лают еще с каши не примылает народ скажет у них не хочу я так она все время лает а у товарища мастифа даже стандарт написано трубный как гудок парохода да как гудок парохода вранье просто вранья чистого вот и скажу одно что значит просто скажу что при хозяине отучить собаку лавить можно без хозяина собаку отучить лаять если она живет на улице невозможно потому что конечно можно использовать всякие там электрошокеры понимаете довести собаку до полной истерики чтобы она там вообще полностью стала шизофреником и этого это можно но не используя никаких под таких зверских приспособлений собаку отучить нельзя потому что собака когда находится одна предоставлена самой себе и никто не тормозит она делает то что я предназначена природой прежде всего она охраняет и лает так она разговаривает с окружающим миром поэтому усираться и понимаете пытаться отбить охоту разговаривать собаку не стоит собака дураку хозяину сообщает что есть какой-то какая-то опасность она слышит какие-то звуки вот для этого собака нужна я слышу вот охранная собака готов мы живем в 21 веке охранная собака это когда вот тебе этот человек задает вопрос как можно отучить она не задумывалась почему собака лает что лайт вызывает у собаки не лается с другими собаками ну отлично перелается такой бери с других собак бери задрожитель собака не будет лаять собаки на другую я иронизирую я иронизирую как ты уберешь этот раздражитель никак поэтому четкие вопросы задать как ты отучишь она по наивности думаешь что ты вот муж и волшебным взмахом руки отучить собаку лаять потому что так хочешь что ли лайву лайву частому лаве подвержены как правило молодые собаки это замечено у тибетов вот мы вот это вообще же у нас это жесткое правило у гос года до двух с половиной в это пустообрюшество будет обязательно но это как бы учеба собака обучение проходит она вот ну как учиться вообще на все на любой звук потом думаешь на этот надо лаять на этот не надо нужно целоко просто понимать чувствовать и так у нас все-таки допустим у вас стая тибетских мастеров стая маленькая стайка даю и как правило в этой стае позволяет целая тина примерно ночью как раз молодой собаки она чем и занимается и постоянно орет она с кем-то перелаивается потом она пробует свой голос да пока и нравится кстати лайк как вот как в эти ребенок в детстве сидит в ванне и поет ему нравится вот так тут и собака или на унитазе да там не пласть девчонка поет например не так слушай это женщина какой-то подросток самоутверждается то есть подросток кобель он стая себе подобных он как бы тут я я есть я существую вот я вот так красиво лайвать послушайте как я могу и так же и так так кому доверяют старшие товарищи которые на это плевать хотели лежат там кто где и на его лайм мимо не обращаю он учится и думает а вот не надо было и а если все начинают как бы ему вторить иначе ну да это правильно лайки и до двух с половиной как правило лет это уж обязательно а как он можно собаку держать они вы совсем и не понимают вот я вот не понимаю как хотя если некоторые других не понимать людей таких масса пора собачка мы купили собачку нам нужно собачка для охраны мы купили собачку большую не ну если ты только что купил нет вопросов я имею ввиду люди когда они долго уже держат собаку ее знают хорошо ну как-то ее надо понимать как только что купил так конечно вопросов миллион ничего не понимаешь что нет вопрос просто если которые сегодня с собаками живут и и вот как-то они вот я хочу чтобы она не лаяла я хочу вот это дайте мне дрессировщика который сделать как я хочу например я вам скажу товарищи дорогие мои все очень просто у нас допустим лая как правило одна собака то есть у нас такого нет гамма что тут орали все собаки как-то на эти взяли и заграли все собаки они могут только заразь том случае если все собаки вдруг увидят какой-то раздражитель непременно на территории вот все буквально вот например идет нет опять же это кто-то увидит а по тибетским мастерам все просто потому что коллектив как правило где-то болтается мы их и мы их сами не видим где-то за каким-то углами где-то на крыльцах где-то под какими-то деревьями в будке под будкой то есть их и не видно но если конкретный раздражитель за забором и они видят что этот раздражитель там не знаю на крыше сосед палец тут они все выйдут конечно и будут орать все буквально пока вот там уши это шевелится что-то такое мы даем им поорать пусть парк лично это вообще не топорит сосед не подал там пределах видимости наш собак ни к чему это голос природы мы же не как бы не раздражаемся от того что птички поют собачки людям конечно подумать прежде чем заводить собаку собака так разговаривают люди забывают что лай это разговор собак так собаки говорят лают собака же это не только удовольствие это еще большие затраты проблемы возникают очень много проблем которые должны решаться но должны быть в радость если ты любишь собаку если ты не любишь собаку то не заводи ее как правило дрессировки в квартире там еще там делают они там эти дрессировщики мне кажется это все поставлено на эти на шокеры конечно это если закрепился уже какая-то реакция да так как ты как ты эту реакцию берешь взрослой собаки никак вон я могу историю сказать помнишь в соседнем подъезде был этот же красота он на улице никому прохода не давал орал просто орал и кидался на всех и как-то ним квартиру залезли горы и менты когда уже квартиру ну пришли как по месту и звонят хозяевам что у нас квартира вы окрали приезжайте а это собака где она какая собака и никакой собаки думаешь собаку бежала а назар и забилась какой-то за шкаф и очень хозяева ее только наши леса не смогли собаки это не договорил и не договорил это собака она работала вот таким light она а лайм она на хозяина работала она кладем и показывала что вот я вот я тружусь я вот понимаешь не просто так хлеб то ем вот и для тебя конец хозяина какие-то дядьки пришли блин да ну лучше спрятаться подальше многие собаки лают со страха что как бы паническое состояние но тут она нет страха она именно показывал хозяину что она какая она защитница она не со страха на просто облаживала прохожих лезвий она сказала что началось после того когда на нее съехала с крыши снег но она сказала вот такую фразу что это было месяца три назад а я прикидываю три месяца за был новый год я думаю как раз не вот канонады спровоцировали понимаешь вот это психическое состояние вполне вполне и что она теперь боится и и не повозь сумма и к ней не подходит как-то так это знаешь так это серьезное дело опять же психика тоже не к черту не к черту конечно психику ненормально тоже так реагировать конечно но это уже к нашим чудо разведенцам пикал а у меня у кайта была да вот я же сказал тоже когда пришел в гости ребенок полтора года и кати тоже молодая сука была дворняшка и было тоже может месяца четыре и ребенок козу и сделал полтора годовалой все она нет на книг нам больше ребенку не подходила к такому всю свою жизнь и как ты это уберешь на никак ты наберешь я его и подводим просто это самое итог что собаку отучить лаять это можно только известным способом понимаете вот это траха ее током опять же мне кажется ты сделаешь конечно лучше собаку отдать ко мне вот и все а то что он собака вот при хозяин на диет я хозяин при мне собаки не лаят потому что я хозяин я иду они знают что вот этот вот они знают твое требование во первых гусь да идет с нами вот он сам будет лаять если надо это самое громче кого громче нас и мы лаять не будем они признают тебя врага и знают что ты будешь недоволен поэтому они не лают когда собака предоставлена сама себе на своей территории роду и она занимается в любом случае за любая собака охраняет территорию любая собака тем более если она остается одна и со страха будет лаять на хозяин территории и не со страха будет и эту территорию охранить которые лаять поэтому добиться того чтобы собака молчала но это невозможно невозможно и не нужно и не нужно абсолютно ненужно потому что на то на и собака Волки водят, собаки лают. Змеи шипят.